Оксана Серегина только первый год собирает чернику в Бобруйских лесах. Признается, обычно приезжает в компании друзей. Так и веселее и безопаснее. Но в этот раз выбралась одна. Местный массив ей не знаком, поэтому далеко от дороги женщина не уходит. С собой обязательно заряженный телефон. На всякий случай. Как вообще место выбираете, куда ехать, куда идти? Ну, подсказали знакомое. Ну, рано выезжаю. В шесть часов до двух. Вот уже в два часа собираюсь уходить. Главное, чтобы попить было. Ну, если надолго, то перекусить что-нибудь. Увы, даже самые опытные собиратели могут стать жертвой густого леса. Сотни деревьев с плотными кронами скроют от глаз даже ближайшую тропу. В роли потерянного оказываются как дети, так и пенсионеры. В Могилевской области с начала сезона заблудились уже больше 40 человек. Буквально в прошлые выходные бобруйские спасатели вывели из массива семейную пару. К сожалению, не все истории заканчиваются хэппи-эндом. Одна из самых распространенных ошибок наших граждан – это недооценить опасность в лесу. Зачастую граждане ходят не первый раз в лес по знакомым тропам, но очень просто потеряться, сбиться с пути, увлекшись сбором ягод или грибов. Перед походом в лес нужно сообщить об этом родным. Не лишним будет установить приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Через него можно найти как полезные советы, так и отследить обстановку по интерактивной карте запретов и ограничений. Кстати, дозвониться до службы 112 можно даже при отсутствии связи. Если телефона нет или он разрядился, воспользуйтесь лесными ориентирами, к примеру, линиями электропередач, просеками или тропинками. Если дорожка хорошо утоптана, но над ней кусты смыкаются на уровне пояса, то это звериная тропа. И к жилью она не приведет. Вода, лекарства, нож, спички, газета, еда и фонарик – обязательные элементы в рюкзаке. При выборе гардероба акцент на яркую одежду. Если в лес с вами идет ребенок, не выпускайте из виду его ни на секунду. Поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности. С этого года создан поисковой отряд. И есть соответствующая техника, поисковой автомобиль и квадроцикл. Соответственно, сил больше у спасателей Бобруйска. И возможностей моментально отреагировать и найти потерявшихся в лесу. Сейчас, когда на градуснике стабильно плюс 30, стоит быть особенно осторожными. По возможности не разводить костер. А если все-таки пришлось, нужно подготовить место. Окопать территорию и правильно сложить ветки. Плюс заранее позаботиться о способе тушения. Поход в лес должен быть безопасным как для гостей, так и для самого массива.